мужички и дамы приветствую вас на своем канале с вами варчик в этом видео поговорим с вами про штурм сау в мире танков вот только недавно появилась новость и сразу спешу вам записать видосик рассказать вам что это такое никогда такого не было и вот опять вводят какую-то чертовщину неведомую которую никто не просил и от которых многих по-любому сгорит дай бог хотя бы стул в новости если прочитать что такое штурм сау то вкратце это артиллерия ближнего боя у которой нету оглушения но у которой урон побольше также у нее присутствует броня и я так понимаю быстрые танки и и смогут легко еще и закрутить видимо мобильность не в лучшем состоянии дальность стрельбы существенно ограниченная очень четкая в метрах понятная дистанция с ограниченной дальностью мы наверно сможем достреливать вон туда отсюда во этим танкам придется активно перемещаться не отставая от своей команды если ваша команда слилась или утопилась то и вам за ней именно для этого у этого танка есть повышенная броня и прочность вот и получается штурм сау что такая машина будет делать в бою давайте же разберемся основная задача поддержка наступления продавливание фронта и обстрел ключевых позиций противника а у нас в игре недостаточно фронты продавливаются у нас на ключевых позициях танки долго живут поддержка наступления у нас же наступление очень медленно происходит бои за три минуты это легенды а то что на коридорных картах танки собираются в ударные кулаки и просто сносят карту за пару минут на ключевых позициях тяжей перемешивают за грязью кому не лень а вот оно что еще и штурм сау круто то как а я сижу думаю чего не хватает вот у нас есть арта соглушением которая сдерживает турбобои справляется на 1500 процентов настолько хорошо прямо с избытком справляется со своей ролью что нужно добавить класс техники который будет ускорять продавливание а то слишком медленно продавливается это именно то чего не хватает ведь согласны со мной но напишите в комментариях правильно все для чего вводят штурм сау в новости написано в натуре для чего кто-то просил давайте в комментариях ответим вы колесники просили нет добавляем в оглушение просили нет добавляем чтобы все играли на full голде вы просили нет добавляем бои по три минуты просили нет добавляем более непредсказуемую стрельбу просили нет добавляем коридорные карты при переводе вожди просили нет добавляем штурм сау просили нет а пора бы попросить ведь уже в начале следующего года их добавят вау круто то как я честно говоря думал что огнеметные танки добавят начале следующего года но типа новая ветка будет оказывается начале следующего года будет штурм сау хочу огнеметы не зашли что ли или не получилось их оптимизировать так даже для огнемета прицел не доделали если вообще делали поскольку у них своего нормального снайперского прицела и нет или аркадного или вообще ну точно одного прицела там точно не хватает с которым было бы удобно куда-то целиться так давайте же в новости прочитаем для чего вводится штурм сау это игровая механика сможет разнообразить игру а разнообразие не хватало так у вас все карты играются однотипно ты приезжаешь в какой-то туннель в нем пострелялись две минуты и бой закончился вот здесь разнообразие нет у вас карты туннельные у вас на картах по одной агрессивной позиции куда все съезжаются в одну кучу и просто умирают за две минуты и на всех остальных 43 картах на них почти везде одинаково вот вы просто обратите внимание на каждой карте вы подъезжаете какого-то туннель чеку к направлению канаве флангу чуть-чуть там потусовались все и бой кончился и так почти всегда в этом разнообразие 0 но наверное добавится разнообразие если в этих туннельных коридора канавах еще и появится штурм сау который будет вас за кучкой за поворотом за укрытием наваливать вам будет без оглушения с повышенным уроном чтобы не дай бог вы там где-то не закрепились на основной позиции эти коридоры будут проноситься еще быстрее видимо это разнообразие будет согласен но это еще не весь ответ для чего вводится штурм сау а также заинтересовать две противоположности любителей адреналина в танках любителей адреналина вот когда с дядей по трассе едешь а навстречку трактор вылетает вот это в натуре адреналин какой тут адреналин в танках непонятно что это для слова написано но это смешно так для любителей адреналина которые комфортно чувствуют себя на острие атаки и не торопливую обстоятельную за горизонтную поддержку всей команды а всей команды они же не стреляют в одну дырку весь бой арта же не стреляет весь бой в один танк вообще нет всю команду поддерживает согласен до преимущества и недостатки плюсы стрельба по дуге характерны для сау способ нанесения урона упор на нанесение урона увеличение количества очков прочности от штурмовых боевых машин усиление фронтального бронирования и возможность танковать фронтальной частью машины не работает механика оглушения минусы ограниченная дальность стрельбы по сравнению с классической артиллерией уязвимость перед более мобильными танками средними и легкими не работает механика оглушения то есть оно должно заинтересовать людей которые играют активно агрессивно им нравится стрельба набивание урона и так далее их должно заинтересовать то что ты будешь навесиками куда-то плевать но в этом элемент стрельбы совсем другой и она мало кому может понравиться особенно тем кто играет супер агрессивно такая стрельба от арты она очень грустная и скучная а то что ты стоишь вблизи ну если враги на тебя не могут напасть то здесь никакого адреналина точно не будет ты просто будешь стоять за какой-то кучей и наваливать за другую кучу другому челу все а если на тебя смогут напасть то тебя просто будут крутить и убивать вот и весь адреналин а вот артоводы которые вообще не понимают как в игру играть только стоять там с того места где они появились и кнопку нажимать в одну дыру весь бой их тоже этот но так себе скорее все заинтересует сколько активных артоводов там один процент от всех или сколько и вот мы возьмем оттуда пару процентов и оттуда пару процентов и будет полтора танкиста играть в рандоме на этой штурм телеги возможно есть некая задумка в том чтобы артоводов куда-то пересадить куда-то сдвинуть дать им какую-то новую ветку но мне кажется артоводом нужна только новая ветка арты чтобы они куда-то пошли и что-то еще покачали что-то поделали знаете в чем еще есть проблема в игре на десятом уровне очень много арты каждый бой по 2 по 3 штук а на других уровнях этой арты практически ну в разы меньше нельзя сказать что нет вообще но ее гораздо меньше почему так происходит а все потому что ветки с артой не добавляются уже миллион лет артоводы уже все там по выкачивали сели сидят особенно те у которых там по 50 тысяч боев на одной арте только и вообще шевелиться никуда не надо они 10 лет назад арту выкачали и сидят на ней когда игра только появилась и в нее играла очень много людей там онлайн и по миллиону были уже арт в бою на то время было каждый бой по 7 штук по 10 то есть они еще в то время арту выкачали большая часть онлайн на тех кто сейчас играет это те люди которые лет 10 назад начали играть по отношению с новыми игроками и гораздо меньше и даже больше скажу даже те кто новые игроки это просто twink созданный мне вообще кажется что поступление новых именно прям новых игроков и гораздо меньше чем просто тех людей которые очень давно в это играют и у них уже давно все выкачано не просто сидят на ней из дня в день кнопку свою жмут на арте набивая тысячи боев а чё им на десятках ничего не надо не просто сидят жмут и жмут все их даже не разгонишь никак абсолютно их очень много именно на десятках это один из самых мерзких уровней чтобы поиграть хотя казалось бы это типа топовый уровень хочется докачаться попробовать там танки поиграть якобы в самый крутой офигенный уровень но он самый мерзкий по факту в основном из-за арты и я учет сомневаюсь что артоводы которые 10 лет на арте там сидят к своей кнопке нажимает пойдут на штурм салу играть а те люди которые играют активно ну скорее всего им нравится стрельба и активная игра штурм салу но вряд ли даст активную игру может быть там типа танкование какое-то крутое будет посмотрим как она еще в итоге выглядеть будет это просто начальная моделька какая-то просто взяли 268 воткнули туда какую-то стрельбу все это точно так же на магнемет показывали там одна моделька была потом в итоге вообще другая появилась я думаю что тут тоже самое просто в первый попавшийся удобный танк воткнули стрельбу а штурм салу и в принципе все сейчас потестят потом поналепит что-то на мой взгляд чтобы артоводов как-то растянуть с десяток им надо добавлять ветки с новой артой но ветки с новой артой они добавлять не хотят то пытаются огнеметовым каких-то под суд то вот теперь каких-то штурм салу но сколько бед эти непонятные новые ветки и механики приносят всей игре в целом в общем и целом сколько уже лет это длится добавляют что-то что всех бесит что-то что никто не просил вообще и это продолжается видимо это какой-то бесконечный сериал в любом случае если добавлять новые ветки с артой не добавлять новые ветки с артой артоводов меньше не становится им легко и комфортно играть на арте они просто сидят кнопку жмут все иначе откуда у них хватает ресурсов по 50 тысяч боев играть на арте на десятках что-то не не замечая чтобы они там сильно минус уходили раз они там столько на ней сидят как бы она там влияла не влияла на бой они все равно на ней сидят хоть бы там разработчики говорили не говорили что арта щас самым худшем своем состоянии скажите то тому челу который играет активно на первой линии в него весь бой арта стреляет до большинству которые там в кустах где-то валяются они вообще не слышали не видели эту арту потому что они в бою то толком не участвуют а карты коридорные ключевых позиции очень мало и чаще всего ключевое направление одно где танки в ближнем бою съезжаются она влияет больше всего на исход боя туда арта и стреляет весь бой в одни и те же танки и в этом основная проблема игры и в разнообразии и в артоводах и в токсичности и так далее и мы еще добавляем вот эту штурм сау которая будет туда же в одну дыру еще наваливать пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик а радик красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока удачи 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 Продолжение следует...